Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про новейшие разработки Российской Федерации в области противовоздушной обороны. А в руках у меня тоже некоторая модель. Если вы угадали, что это, напишите в комментариях. Так, поехали! Соединения и формирования российской части, задействованные в спецоперации, имеют собственную войсковую ПВО, построенную с использованием сенитно-ракетных комплексов разных типов. Так, в дивизионном и прикатном звене задействованы комплексы Тор-М2 и Тор-М2У. Они предназначены для перехвата воздушных целей в ближней зоне и дополняют более дальнобойные ЗРК по типу изделий семейства БУК. Российские ЗРК сталкиваются с воздушными целями разных типов. Противник пытается применить тактическую авиацию и авиационные средства поражения, как советского образца, так и иностранные. Массово используются беспилотные авиационные комплексы от малых коммерческих изделий до полноразмерных разведывательно-ударных систем. Также угрозу представляют неуправляемые и корректируемые боеприпасы реактивной артиллерии, в том числе и зарубежного производства. Зенитно-ракетный комплекс Тор разрабатывался в середине 70-х годов в интересах ПВО сухопутных войск. Базовую модификацию ЗРК приняли на вооружение в 1986 году. В дальнейшем его неоднократно модернизировали, и на вооружение поступили новые модификации. Последнее поколение комплексов появилось в войсках в 10-х годах. Это были изделия Тор-М2 и Тор-М2У. Основным элементом современного комплекса Тор является боевая машина 9А331М2. Она построена на унифицированном гусеничном шасси высокой проходимости. ЗРК может сопровождать войска на марше или же на поле боя, а унификация упрощает эксплуатацию. На шасси смонтирован боевой модуль башня со всем необходимым оснащением и вооружением. Часть аппаратуры находится внутри корпуса на местах расчета, который включает 3 человека. С февраля 2022 года ЗРК семейства Тор и другие отечественные средства ПВО, как войсковой, так и объектовой, проходят проверку практикой. Они используются в зоне проведения спецоперации и работают с реальными воздушными целями. Целью проекта ГИБКО-С было создание перспективной системы, имеющей в своем составе самоходную технику со специальным оборудованием. Благодаря имеющемуся оснащению машины, комплексы имеют возможность следить за воздушной обстановкой и производить обнаружение целей, а также атаковать найденные объекты при помощи ракет-переносных зенитных комплексов. Ожидается, что подобное использование существующих ПЗРК в одной системе с новой аппаратурой позволит значительно повысить эффективность боевой работы в сравнении с существующими зенитными средствами. Комплекс, собственно, предназначен для уничтожения низколетящих вражеских целей, о чем говорит потолок стрельбы в 2000 метров. Удивительной дальнобойностью ГИБКО-С тоже не похвастает. Всего до 6 километров. Зато комплекс быстро обнаруживает врага. Время реакции на угрозу с воздуха составляет чуть более 1 секунды. Скорострельность комплекса – до 4 выстрелов в минуту. Платформой для ГИБКО-С служит универсальный бронеавтомобиль Тигр. Маневренность, проходимость и защищенность транспорта находятся на высшем уровне. Военные эксперты отмечают, что разработчики выбрали наиболее рациональное шасси для расположения ГИБКО-С. И объясняют многие это тем, что Тигр весьма неприхотлив, всепогоден и многофункционален. Бронеавтомобиль не боится ни болотистой местности, ни пустыни и ни тундры. И мало того, по пересеченной местности он способен двигаться со скоростью до 90 км в час. Наличие ГИБКО-С в наших войсках, конечно же, позволяет облегчить выполнение задач по прикрытию мотострелковых подразделений на марше. И не спорю, что наиболее эффективно с этим справится Тор. Но не стоит забывать, что данные ЗРК не часто привлекаются к выполнению подобных миссий. ГИБКО-С это же компактное, универсальное и относительно дешевое средство, которое можно клепать в больших количествах и монтировать на широко распространенные в нашей армии тигры. Российский зенитно-ракетный комплекс Викинг является экспортной модификацией ЗРК Бук-М3, который производит концерн «Алмаз-Антейт» 2016 года. И в отличие от базовой российской войсковой версии Бук-М3, у Викинга изменены некоторые тактические характеристики, а его экспортная стоимость доходит до 300 млн долларов за дивизион. Дальность перехвата ракеты и Викинга достигает 65 км с высотой в 35 км. И отметим, что дальность поражения цели в 65 км в тактических характеристиках ЗРК Викинг относится к таким аэродинамическим целям, как боевые истребители четвертого поколения и вертолеты. Баллистические ракеты Викинг умеет поражать только на дальности 25 км. Как и Бук-М3, ЗРК Викинг умеет сбивать цели, которые летят на повышенной сверхзвуковой скорости. А некоторые эксперты утверждают, что этот комплекс может поразить цель, летящую на гиперзвуке. Но гиперзвуковая скорость начинается от 6150 км в час, а ракета ЗРК Викинг летит со скоростью 5580 км в час. На противовоздушные ракеты в экспортном варианте с индексом «Э» не установлена активная радиолокационная головка наведения «Сланец», как на Бук-М3, которая получает целеуказания не только от РЛС-комплекса, но и от множества внешних источников, такие как самолеты ДРЛО, ИУ и многоцелевые истребители Су-57, а также с наземных и корабельных станций слежения. Зенитная ракетная система АнТ-4000 – это экспортный вариант новейшей войсковой зенитной ракетной системы С-300В-4, поступившей на вооружение в российскую армию с 2014 года. Здесь хотелось бы уточнить, что еще начиная с советских времен, развитие систем противовоздушной обороны у нас в стране шло по двум основным направлениям. Одни системы ПВО, и к ним относятся комплексы С-75, С-125, С-300, а позже С-400 и С-500, создавались в интересах ПВО страны, и они прикрывали важнейшие промышленные объекты, города и целые регионы. Другие комплексы ПВО создавались в интересах противовоздушной обороны войсковых частей и группировок, и важных военных объектов, в частности для прикрытия сухопутных войск, поэтому их относили к войсковой ПВО, которая прикрывала войска от ударов противника с воздуха, и в том числе и на марше. Эти комплексы часто имели одинаковое наименование и отличались лишь только буквенными литерами. К примеру, С-300П – это комплекс ПВО страны, а С-300В – похожий комплекс, но сделанный под задачи войсковой ПВО. Антэ-4000 был создан именно на базе такого войскового комплекса ПВО. Чтобы он вместе с войсками мог свободно передвигаться в армейских колоннах по бездорожью, конструкторы поставили С-300В на гусеничное шасси, такое же, как у танка Т-80. Аппаратура внутри комплекса защищена от вибраций, тряски и перепадов температур, а время его развертывания в боевое положение в случае нападения противника – буквально минуты. Подготовка С-300В к стрельбе велась практически на ходу. Сразу после короткой остановки комплекс был способен отстреливать воздушного противника, уничтожая все виды аэродинамических целей и оперативно-тактические ракеты. К сожалению, панцирь С-1М на выставке был представлен только в виде макета. Панцирь С-1М – это зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности, предназначенный для противовоздушной обороны малоразмерных военных целей, в том числе и подвижных, административно-промышленных объектов и районов. Способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые и оперативно-тактические ракеты и средства высокоточного оружия. Также используются для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения. Экспортные варианты РПК – панцирь называется С-1М. Это не БН, и он относится к межвидовым РЛС больших и средних высот и является самой совершенной в своем классе. Система отличается помехоустойчивостью и максимальной автоматизацией всех процессов. Комплекс способен увидеть до 200 целей, летящих со скоростью до 18000 км в час в радиусе до 1800 км и на высотах до 600 км. Радар может обнаруживать, сопровождать и захватывать цели и за пределами атмосферы. Небо М одновременно работает в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах. Это позволяет системе вычислить координаты целей с точностью до сантиметра. ЛРС определяет не только координаты воздушного объекта, но и его государственную принадлежность. Компьютеры системы способны выявить стелс-цели, и для этого разработан специальный алгоритм. Он в автоматическом режиме анализирует слабые отраженные сигналы в трех диапазонах и идентифицирует невидимок. Радиолокационный комплекс 55G6M создан на базе четырех автомобилей БАЗ 6909015 высокой проходимости. Три из них – радиолокационная станция метрового, дециметрового и сантиметрового диапазона соответственно. Их легко отличить по многометровым ажурным антеннам сложной конфигурации. Каждый из этих модулей обеспечен встроенным источником энергосбережения и гидравлическими системами свертывания-развертывания антенн. Это позволяет подготовить РЛС к работе за 15 минут. А благодаря высокой мобильности станции Небо М могут быстро менять позиции и уходить из-под удара противорокационных ракет. Высокоточные системы 55G6M Небо М способны обнаруживать широкую номенклатуру сложных целей. От самолетов и вертолетов до крылатых ракет и гиперзвуковых аппаратов. Такие комплексы монтируются на машинах и могут быть оперативно развернуты в любой точке страны. Машины серии 55G6M доказали свою высокую эффективность на авиабазе Хмеймим. Благодаря развертыванию в Крыму станции семейства Небо над всей акватории Черного моря будет создано сплошное радарное поле. С помощью 55G6M можно будет контролировать воздушное пространство от проливов Босфор и Дарданеллы. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» – это зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Зенитный ракетный комплекс нового поколения. Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых и тактических и оперативно-тактических баллистических ракет в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также природно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии. ЗСУ-23-4 «Шилка» является настоящей легендой среди зенитных самоходных установок, а ее долгая войсковая жизнь заслуживает исключительного уважения. Данная ЗСУ – это пример рационального отношения к боевой технике, которая уже снята с производства, но еще в состоянии выполнять возложенные на нее задачи. Несмотря на то, что серийное производство ЗСУ-23-4 «Шилка», названное так в честь реки Лео Притока Амура, было прекращено еще в 1982 году, модернизации данной установки продолжают появляться и сегодня не только в России, но и в других странах – в Польше, в Украине, а сама ЗСУ по-прежнему находится на вооружении сухопутных войск Российской Федерации. В отличие от своих предшественников, модернизация «Шилка» М4 в состоянии работать в условиях сложной помеховой обстановки, а также эффективно обнаруживать воздушные цели, летящие на малых высотах. Автоматика обновленного зенитного комплекса самостоятельно вносит поправки на износ стволов пушек и также метеорологические условия, и учитывает иные факторы, влияющие на траекторию полетов снарядов, и как следствие – точной стрельбы. И вот такой рассказ о самых современных системах ПВО российской армии у меня получился. Если вам понравилось мое видео, то не забывайте подписываться и ставить лайки. А поддержать вы можете меня через функцию спонсорства на канале или же через сервис Бусти. Ссылочка на него будет в описании. До новых встреч, пока-пока. А на втором канале есть видео, как я собираю один из таких комплексов.